В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Счастье не в деньгах, что и доказал Имран Газимиев. Строитель не тот, кто умеет держать лопату. Ретро-фестиваль «Скачок в 50-е». После проведения проверок главным экспертом управления ГАСКО комитета по делам строительства Арнольда Мли, карагандинские строители получили ряд предписаний о ликвидации огрехов в своей работе. О заново отстраивающемся микрорайоне Шапогат мы уже рассказывали. Эксперт нашел неполадки и в строящейся девятиэтажке в Майкудуке на улице Белинского. Демонтировать всю девятиэтажку в Майкудуке не планировалось. Дефектными оказались колонны только на нескольких этажах, из-за чего подрядчику предложили их снести и залить заново. На данный вопрос мы тоже провели контрольную геодезическую съемку, где было прямо указано и установлено с помощью измерительных приборов, что отклонение пределов допустимого. Поэтому исполнительную съемку мы представили в ГАСКО. Этот вопрос тоже снялся. Снялись с повестки дня еще два вопроса качества. Они были решены с проектной организацией ТОО «Сантехпроект ИК». Заместитель Акима Караганды Айдар Тильгарин, который курирует вопросы строительства, заявил, что опасности обрушения новостройки в Майкудуке нет. Мало того, он удивлен, как некорректно и неэтично эксперт республиканского ГАСКО допускает такие высказывания. Уже наняли профильный институт Казмиир, который проведет обследование и выдаст заключение. И на основании данного заключения специализированной организации, которая имеет на это лицензию, полномочия и профессиональный опыт, можно будет делать выводы. Но вопрос качества строительства все-таки остается открытым. Ведь считать себя строителем только потому, что умеешь держать лопату, явно недостаточно. Если раньше нерадивого человека называли сапожником, то сегодня его можно прозвать строитель. Это вызвано чем? Во-первых, конечно, недостаточным контролем со стороны инженерно-технических работников. Так, недостаточной требовательностью. И второй, это самый главный, основной вопрос, это тем, что в настоящее время отсутствуют квалифицированные кадры. Мы заключаем трудовые договора с бригадами, так называемыми, среди которых имеется какой-то костяк, может, один-два человека, а остальные это в качестве подсобников. Жальцы дома, проживающие в Майкудуке по адресу улица Кузимбаева, 82-2, на себе почувствовали, что значит строители, которые умеют только держать в руках лопату. Они признаются, что жить в таком доме можно, но страшно и небезопасно. Квартиры построены с нарушениями, на стенах и потолке огромные трещины. В подвале круглый год уровень воды не ниже 15-20 сантиметров. И организация, обслуживающая этот дом, проблему никак не решает. На стенах плесень из-за постоянной сырости. Зимой в одной из квартир произошла авария. Лопнули трубы центрального отопления, которые находятся в полу и залиты бетоном. Подъезд был затоплен кипятком. Потом у нас все отвалилось, а сверху прямо упало. У нас сейчас там надо окном просто бетон. У нас ужасно очень сильно сыро дома, очень много плесени, как бы мы ее не убирали, она не убирается. У нас ребенок постоянно, у нас маленький ребенок, он постоянно болеет, он постоянно по больницам. Мы переехали сюда в начале сентября, и сразу как бы начала наблюдаться сырость, плесень. Вроде как бы ничего, вот среди зимы у ребенка аллергия, прям страшная. Мы ездили в хорошую клинику, обследовали иммунитет, это аллергия, вот все-таки на пенициллин. Обслуживание дома обеспечивает компания ТОО «Жилкомхоз-2030». Жители отказываются от ее услуг. Оплату за обслуживание дома взимают ежемесячно в размере 15 тенге за квадратный метр. Результата работы компании не видно. Подъезда грязна, на стенах дома плесень, мусор не вывозится, зимой не расчищали снег. Также жители беспокоят нарушения, допущенные при строительстве дома. Жильцы утверждают, что балконы строились отдельно от здания и выполнены с нарушением норм. Постигнет ли участь Бесабы этот дом, пока неизвестно. Жители продолжают обращаться во все инстанции, но результатов нет. Вот такие радости можно получить от карагандинских строителей. Сергей Высокосов, Кайрат Рашитов, Бахтия Руспанов, Первый карагандинский. На очередной 24-й сессии областного маслехата внесли дополнения и изменения в областной бюджет на 2014-2016 годы. Народные избранники обсудили множество вопросов. Среди них – выделение средств для маленького карагандинца Бибута Бекназарова, у которого врачи обнаружили редкую болезнь. Основной причиной уточнения областного бюджета является поступление целевых трансфертов из республики. Дополнительно выделено свыше 13 миллиардов тенге. Эти средства планируются направить на ежемесячные выплаты работникам государственных управлений и на другие направления. Кроме того, появилось финансирование из местного бюджета. Это свыше 3 миллиардов тенге. Расходы местного бюджета направлены на разработку поезда реконструкции канализационных сетей строительства и уроков жилья, на развитие жилищно-коммунальных хозяйств, на развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, на решение проблем вопросов в социальной сфере, на укрепление подразделений депутатов внутренних дел и территориальных органов государства, расходы в сфере сельского хозяйства, приобретение специализированной техники для предприятия и учреждения в сфере природных ресурсов и депутатурных граждан. Народные избранники отдельно выделили вопрос о предоставлении дополнительных лечебных продуктов для пятилетнего Бейбута Бекназарова. У маленького карагандинца редкий диагноз – гомоцистинурия. Поэтому депутаты областного маслехата решили оказать мальчику помощь. Это вообще впервые первый случай такого заболевания в Казахстане. Единственный случай – этот случай подтвержден, диагноз подтвержден после обследования в Новосибирске и в Чикаго. И для лечения конкретно этого ребенка необходима вот эта дополнительная сумма, которую сегодня депутаты приняли решение о выделении персонального лечения для ребенка 2009 года рождения. Кроме того, были заслушаны доклады об изменении границ города Караганды и Бухаржраусского района, а также о выделении дополнительных маршрутов в городе Каражал. Николай Кровец, Алжас Габасов, Бахтиар Успанов, Первый, Карагандинский. Счастье не в деньгах. Богатство – это когда рядом любимые родные люди. А золото, недвижимость, большие деньги – это не роскошь. Вот они, золотые слова мудрого человека. 80-летний житель Караганды Имран Газимиев подарил свой дом в родном чеченском селе незнакомой многодетной женщине. В гостях побывала и наш журналист Жазира Абдраимова. В Казахстан Имран попал в 9-летнем возрасте в числе других переселенцев. Его мать и брат вернулись в Чечню в 1956 году. Через пару лет уехал и отец. Здесь он когда-то обрел профессию. Встретил свою жену, белорусскую Юлию, построил дом в поселке Новодоленко, вырастил двоих прекрасных сыновей и дочь. Здесь его вторая родина, но и ту первую, где родился, он тоже никогда не забывал. И вот свой дом в Чечне он подарил многодетной женщине. Такое впервые в истории Чечни, говорят местные власти. Конечно, дом в живописном предгорье можно было хорошо продать, но на семейном совете в Новодоленке решили иначе. Тем более, что как раз собрались обсудить, чем поделиться в Наурыс, как это положено в праздник. Решил отдать этот дом многодетной, нуждающей семье. И так и получилось. Когда мне профит говорит, вот так вот брат умер, вот дом стоит, я говорю, слушай, есть такие семьи, которые могли бы в этом доме жить? Да, говорит, мне сам глава республики, Кадыров, он обращался к этому самому, чтобы квартиру ей, это дом. Ну, квартира там дом. О производственных рекордах бурового мастера Имрана Газимиева писали в разных газетах. Советское правительство награждало грамотами, орденами и медалями. А государственные премии он получал в придачу два раза автомобиль «Волга». Недавно Имран отметил 80-летие. Это только в свободное время он сидит в скайпе, а целыми днями занят то общественной работой в чеченской диаспоре, то подсобным хозяйством. На пенсии занялся скотоводством. По мере возможности помогать нужно всем, говорит дед. Я такой человек. Даже мне дали бы огромную сумму денег, мне они не нужны. Мне хватает пенсии. Я говорю спасибо нашему президенту, что у меня очень хорошая пенсия, у жены хорошая пенсия. Дед Имран встает в 5 утра, делает зарядку 40 минут, помогает жене ухаживать за огородом, занимается растениеводством, спокойно водит машину. И это все, несмотря на его пожилой возраст. Читает много книг, сидит в интернете, ведет здоровый образ жизни. Здоровье? Отлично. Если борца провезли бы, я поборолся с ним. По утрам зарядку не делаете? Делаю. Я стою без 15, без 10 5. Стою я. Самое главное – построил дом, посадил дерево, вырастил сыновей. Сожалений у человека в жизни нет. Есть маленькое желание – поехать в Чечню и помолиться за родных. Жезер Абдраимова, Габидзен Крушпех, Бахтяр Роспанов, 1-й Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Торговая марка Алюгал, Галвин представляет. Эконом-серия «Профиль Галлтек» 53-й серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию – это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». Профиль Галвин 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка – серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Галвин и Галтек не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Сегодня личный состав молодых сотрудников Департамента внутренних дел Карагандинской области торжественно приняли присягу. Также 9 полицейских гарнизона получили свои первые офицерские звания. Служба в органах внутренних дел требует мужества и отваги, выносливости, готовности прийти на помощь людям и, конечно, крепкой физической подготовки. Строевой осмотр был проведен в связи с переходом на летнюю форму одежды сотрудников правоохранительных органов. Дороги по улице Олимпийская были перекрыты. Спецмашины выстроились в ряд, сотрудники полиции держались в строй, звучал духовой оркестр. Все службы и подразделения к смотру подготовились основательно. Все как положено. Начальник Департамента внутренних дел Карагандинской области Мирген Байжапарф обратился ко всем собравшимся. Сегодня провели большой гарнизонный развод среди личного состава ДВД Карагандинский област. Согласно уставу, согласно приказу министра монотерных дел, переход из зимней одежды на летнюю. И плюс, как видели, вновь приняли сотрудник в ряды Карагандинской полиции, они приняли ант, присягу. Сегодня на построении 45 молодых сотрудников в торжественной обстановке приняли присягу. Верность своей службе, честность и порядочность – самые важные ценности для любого сотрудника полиции. В ходе общего развода спецподразделение «Орлан» продемонстрировало тактику задержания преступника. Собравцы показали высокую физическую подготовку. В этой так называемой спецоперации были задействованы патрульные машины и кинологи. За ходом всех выступлений наблюдал и председатель Совета ветеранов органов внутренних дел Карагандинской области Джуман Нурпиисов. Глава нашего государства Нурсултан Абишевич Назарбаев говорил в своем послании. Сегодня 9 полицейских гарнизона получили свои первые офицерские звания. Среди них была и лейтенант полиции Махпал Хатенова. Сегодня я приняла присягу и в будущем я обещаю и клянусь работать на благо государства. Я очень счастлива и рада, что сегодня я приняла присягу. Теперь новоиспеченные сотрудники полиции с новой силой приступят к своим служебным обязанностям. Ведь безопасность нашего государства во многом зависит от органов внутренних дел страны. В городе Караганде продолжают проходить мероприятия, приуроченные к празднованию 80-летия. Сегодня во Дворце культуры горняков прошли традиционные абайские чтения. 15 участников возрасте от 15 до 30 лет, которые предварительно прошли отборочный тур, читали стихи, слова назидания и исполняли мелодичные песни великого казахского поэта. Организатором мероприятия выступил Акимат города Караганды и отдел культуры и развития языков. Абайские чтения в нашей стране проводятся с 2000 года в целях воспитания национальной культуры подрастающего поколения, изучения бесценного наследия великого абая. В этом году организаторы решили внести изменения в программу конкурса. На этот раз один участник выполнял сразу три задания. Читал стихи основоположника казахской литературы, декламировал слова назидания и исполнял одну из песен поэтам. Каждый год он проходит на разных уровнях, конечно, но ежегодно этот уровень растет. Талант соединяется, то есть приобщается среди молодежи некоренной национальности. Уровень повышения государственного языка, тенденция видно, что они сейчас стараются, говорят и очень даже неплохо. Сегодня в зале Дворца культуры представители разных национальностей, которые проживают в нашем городе, показывали свое понимание творчества абая. Было видно, что ребята хорошо подготовились. Участники читали стихи великого мыслителя и просветителя абая Кунанбаева на государственном языке. Демонстрировали умение держаться на сцене. Мелодичные песни поэта, как Кузымнэнхарасэ, Жильсуснуджаргай, звучали в исполнении талантливых учеников. Татьяна Сафонова в этом году участвует в конкурсе второй раз. В прошлом году она заняла третье место. Девушка считает, что произведение великого поэта казахского народа Абая Кунанбаева несет воспитательный характер для молодежи. Такие встречи среди учащихся развивают у школьников творческие способности, прививают любовь к поэзии и духовному наследию Абая. Конкурсанты боролись не только за первые три места, но и участвовали в номинации «Окулё Эммет». Обладатели призовых мест были награждены дипломами и ценными подарками. Победитель сегодняшнего конкурса получит возможность участвовать на областном конкурсе абайских чтений. Гульнур Жакен, Айден Жакан, Бахтяр Успанов, Первый Карагандинский. Продолжим выпуск. Студенты совершили скачок в 50-е. Накануне молодые люди устроили ретро-фестиваль, посвященный 80-летию Караганды. В этот день исполнялись нестареющие хиты карагандинской юности. В ретро-фестивале приняла участие вся молодежь Караганды. Чтобы еще больше окунуться в 50-е годы, студенты облачились в одежду того времени. Девушки в платьях завышенной талии, а парни решили примерить на себя наряды известных рок-исполнителей начала 60-х. В зале собрались родители, студенты и приглашенные гости, среди которых и певец Марат Бекишев. Старшее поколение с удовольствием слушало любимые песни своей молодости. Сами исполнители были только рады возможности ощутить стиль 50-х годов. По словам организаторов мероприятия, песни, танцы и наряды выбирали сами студенты. Именно такого масштаба ретро-фестиваль проводится в нашем городе впервые. Амина Смакова, Озас Габасов, Бахтиар Успанов, Первый Карагандинский. И в завершении выпуска еще об одном. Самые яркие обитатели тропических лесов планеты появились в Караганде. В областном историко-краевическом музее работает выставка экзотических птиц. Как поднимают настроение людям необычные попугаи, узнавал Николай Кровец. Эта тропическая птица привлекла внимание многих карагандинцев не только своей разноцветной краской, но и тем, что умеет разговаривать. Правда, сегодня она больше рассматривала людей. По словам администратора выставки, каждая птица чувствует в людях добрые отношения, поэтому они всегда отвечают взаимностью. Два птица, можно сказать, очень положительно расположена какому-то посетителю. Приходит человек, и вот что-то в этом находит, посетителю, и понимает, какая-то дурно. Да, да, вот кто-то чувствует в людях, бывает, игнорирует. Эта тропическая птица очень любит внимание людей. Она умеет не только целоваться, но и даже разговаривать. Выставка экзотических птиц уже побывала во многих городах Казахстана. На ней представлено свыше пяти десятков необыкновенных животных, среди которых кокаду, аратинги и гвинийский турака. Птицы закупали в специальных питомниках за границей. Порнями, сочетанием продуктами, такие как семечки, фрукты, бананы, яблоки, птицы. Всё исключительно высокого качества для обитания. Особенно много людей на этой выставке собирает маленькая обезьяна. Она постоянно пьёт молоко из бутылочки. Но иногда её радуют посетители разными сладостями. Выставка птиц для карагандинцев продлится до 1 июня. Николай Кровец, Ажас Габасов, Бахтиар Успанов. Первый карагандинский. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть интересные информации, звоните нам по телефону 420649. Всего доброго. Аман Сауболгстар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова